угробил роскошную орхидею и не хочет ее показывать друзья всем привет вот такой сегодня попался мне комментарий под видео где мы вместе с вами потрошили фантастическую жемчужину это такая сливочно точнее не так молочно сливочно сиреневый такой беглип роскошный обалденный 24 сентября мы вместе с вами его потрошили орхидеечка от садовника крупные растения и с гнилыми корнями из длинной самой длинной наверное корневой шеи 11 сантиметров по моему мы с вами ее замеряли эту шейку почистили от корней и у нас получилась такая интересная картина длинная шея корневая зачищены от корней внизу немного корней и как у пальмы немножко ботвы сверху необычная картина и собственно говоря кто-то вопрос задал ну не кто-то а одна из зрительниц канала как поживает сегодня эта орхидея и ей а другая зрительница ответила да он угробил эту орхидею разве вы не видите и теперь ее мы не увидим и не показывают сегодня я хотел ее показать и не только показать но и проделать с этой орхидеи некоторые процедуры похожие на те что мы вместе с вами делали с орхидеи азиан джунгл одну из последних в этом году которую мы разыграли на нашем канале и она досталась одной из подписчицы зрителей нашего канала и так значит ну что готовы смотреть а вот она вот она друзья это орхидея ixin fantastic pearl splash что в переводе означает фантастическое жемчужина в окрасе всплеск да вот такая вот красотка еще раз напомню 24 сентября два месяца назад получается да а ссылочку в верхнем правом углу я оставлю можно пройти посмотреть и все видео с этой орхидеи чтобы не задавали вопросы и соответственно не получали глупые ответы от людей которые слышал звона не знает где он я все ссылки про эту орхидею а все видео оставлю в описании под этим видео там c полная история что мы с ней делали и как мы с ней делали и для чего все там расписано и это видео тоже будет ссылочка в описании на это видео значит смотрите друзья два месяца назад мы ее достали из родного горшка с корнями было все плохо с листьями было все плохо ну и сейчас кстати листья вы видите орхидеи у садовника в тайване прошла все огонь воду медные трубы клещей бактериалку различные грибковые заболевания но видно даже на листьях но назначит садовник от всего этого избавился и продал эту орхидею дорого дорого да а почему потому что это редкий беглиб я уже говорю в продаже вы его не найдете да он есть у нас на канале и больше нигде его нету так вот я скромненько вот но проблема вся была в том что мы его этот беглибчик распотрошили и у этого беглипа друзья вот такая вот шея начиная вот отсюда и вот досюда и немножко корни внизу ну что делать а с такой шеей наверное сажать ну не наверное сажать нельзя по той даже простой причине что не только это шея может загнить до рано или поздно находясь в горшке но еще и горшок такой особо то не найдешь поэтому мы приняли решение посадить ее эту орхидею почистить все да как всегда максимум залезть точнее скальпелем за залезть во все злачные места срезать гниль до живой ткани и обработать замазать все жирно жирно один раз один раз максимум максимум и я уже буду повторять наверно что нужно мазать не по мертвым тканям чешуйкам и сухим каким-то вещам а по тем местам где мы срезали до живой ткани гниль и вот живую ткань и вокруг этой живой ткани один раз помазать максимум все и значит у нас образовалась вот такая шея очищены от корней гнилых гнилые корни сухие корни и внизу у нас чуть-чуть было все это по ссылкам видео можете посмотреть и мы посадили вот в такую посадку внизу сделали власть но грунт чтобы как бы влажный был то есть влагу впитывал туда мы накидали мох перемешанный с архиатры да по моему в середину где находится у нас сама шея длинная корневая вот это вот с очищенными корнями мы поместили грунт обычная кора свежая не разработаны ну как свежие имеется ввиду с сухого дерева но она не обработана то есть просто вот кора которая обраку начнет впитывать хорошо влагу отдавать ее перемещать по своей поверхности ну наверно где-то через полгода нам собственно говоря больше и не надо нам надо чтобы полгода там не даже не полгода внутри месяца продержалась два уже прошло до того момента пока не полезут вверху корни новые корни для этого мы сформировали вот такой вот кольцо из-за маха соединенные с маховым фитилем да чтобы поливать эту орхидею в поддончик где у нас внизу находятся еще живые старые и корни вот этих еще не было более того что когда мы мазали максимум один корешочек как раз таки мы а зацепили а вот он торчит а вот он его стерженек оставшийся да и было видео в котором я говорю загубил корни потому что этот корень мы замазали максимум и плюс еще несколько раз я до него дотрагивался ну немножко его сковырнул как бы получается и он через два дня засох и все и все скептики недоброжелатели сразу закричали вот мы же говорили что максим сушит молодые корешки я говорю а я ему просто дотронулся до него отломил его и он засох но из тех мест где мы замазали максимум видите у нас полезли полезли новые корни примут из них откуда да вот ровное место и раз оттуда корень вылез вот и теперь друзья нам предстоит задача то есть а 1 на 1 вот то о чем мы говорили в первых видео для чего я это делаю для того чтобы орхидея не теряла тургор не заболела чтобы питалась еще старыми корнями там внизу влагой при поливе в поддончик сюда а влага при этом чтобы не распространялась посередине до через фильтр благодаря тому что у нас кара не разработаны а подымалась вверх и таким образом чтобы у нас влага была только внизу чтобы поить орхидею и вверху вот здесь по этому кольцу распространялась чтобы выманить новенькие корешки и вот наши друзья план сработал посмотрите корешки эти вылезли видите и теперь стоит следующая задача это в таком виде оставлять нельзя однозначно нужно проделать некоторые процедуры у нас была орхидея я к сожалению она сейчас у одной из зрительниц ну мне не к сожалению а к счастью то есть зрительница обладает этой орхидеи это asian jungle у нее была точно такая же примерно проблема когда после пересадки через какое-то время у орхидеи началась болезнь то есть начали листья у основания гнить мы поснимали нижние листья это была у нас тема как работать с орхидеи не доставая из горшка мы с ней сам испорченные листья которые желтели от основания сняли обработали все максимом у этой орхидеи но она получилась так вот прям вот и точно так же как сейчас это орхидея получилось что при снятии листьев нижних она раз и сразу над над горшком над поверхностью сразу образовалась раньше она как бы сидела внутри да но если мы сняли листья нижней то она опа и уже над грунтом а и через какое-то время у нее активно по моим 5 или 7 корешков полезли от прям вот как сейчас у этой орхидеи в стороны пучком отросли и стали в разные стороны вот у нас был а значит такой ну кто смотрит наш канал постоянно те помнят что у нас была такая тема а значит как воздушные корни направить в горшок да и чтобы они не пересыхали и а мы проделывали с азиан джунгл следующую процедуру мы эти корни вот то же самое у нас было но у нас наверное азиан джунгл чуть пониже было чуть пониже было и корни прямо над поверхностью как-то так ниже находились в разные стороны и мы вокруг значит основании вокруг этих корней и сами корни мы поместили в мох мох с фармом взяли влажный мох и обложили поверхность прямо с горки получилось да вот так вот корни орхидеи азиан джунгл мхом с фармом и стали следить что будет с этим корня с этими корнями не забывая а иногда а опрыскивать значит мог увлажнять и а спустя некоторое время мы обнаружили что ну по моему 7 было 7 корней было у нее да а и вот 6 точнее 5 корней а 5 корней пошли вниз внутрь в горшок опять корней наросли один корень что-то где-то там затусовался на поверхности а седьмой корень один единственный вылез то есть подавляющее большинство корней пошли расти активно сам горшок все вот примерно ту же самую ситуацию операцию процедуру мамы должны проделать вот с этой вот орхидеи обеспечить этой орхидеи влажную среду вокруг вот этих вот корней и чтобы они в разные стороны как щупальца у осьминога не лезли чтобы они у нас пошли в внутрь а в горшок ну для этого мы проделаем ну что проделаем я возьму разрежу вот этот вот горшок отрежу макушку ему и и просто наращу этот горшок сверху вот этой вот вот этой вот частью и в нее немного наполовину наполовину уложу а махом и все наверное у меня кольцом не получится самой одеть на листья да потому что они упругие сейчас они просто упругие есть вероятность что ну могу где-то корешки повредить поэтому я то что отрежу по полоску такую я ее разрежу ножницами и аккуратно вставлю вот в эту вот в эту пазуху вот вот в эту пазуху и все вот наверное это я сделаю вместе с вами сегодня в следующем видео спокойненькой обстановке вот ну а пока что вот такая вот друзья картина орхидея у нас живая выпустила цветонос думаю что но на к новому году вряд ли успеет цветонос порадовать нас своим цветением но зимой после нового года мы обязательно увидим эту красотку как она цветет надеюсь что она сохранит свое свое свою красоту заявленную как заявляет садовник показывает как она цветет на картинке но орхидея взрослая с нее брали с нее в общем с нее клонировали друзья с этой орхидеи клонировали другие беглибчики в одном из видео я расскажу что такое клон мире клон и так далее там подобное а тем более что где-то в комментариях не уже не один раз описано писали задавали этот вопрос пояснить что такое клон мире клон как это происходит клонирование чем она отличается от орхидеи которые размножают семенами делают посев вот это я обязательно друзья расскажу все вот такое вот друзья состояние орхидея жива растит на удивление одновременно и цветонос да и корни ну все друзья всем до вечера встретимся на канале с процедуре будем увеличивать горшок и а защищать корни орхидеи от пересыхания и чтобы они более активно росли и направлялись в горшок нам буквально друзья эта процедура понадобится всего лишь ну наверное на ближайший месяц и уже наверное через месяц как только чуть-чуть подрастут еще вот эти вот корни 1 2 3 4 до 4 здесь корешка 1 2 3 1 2 3 4 до 4 корешка надеюсь еще может быть появится где-то какой-то но даже этих четырех принципе достаточно лишь только чтобы по длине и они выросли и мы можем будем эту орхидею друзья ну как минимум отсоединять омолаживать низ мы оставим в горшке а верх мы срежем и пересадим ну а от низа будем ждать возможно деточку но это друзья все подробно я расскажу вам сегодня вечером все друзья всем хорошего настроения всем добра здоровья до встречи в следующем видео на нашем канале всем пока пока